В пятницу в Брюсселе запланировано совещание паспредов стран-членов ЕС, на котором Мишель Барнье, архитектор одновременно прораб договора о торгово-экономическом сотрудничестве Британии и Евросоюза, расскажет высокопоставленным дипломатам о деталях документа, объем которого составляет больше 2000 страниц. Победителей тут нет, проигравшие все, особенно если рассматривать ситуацию в нынешнем глобальном контексте. Обстановка в мире далека от стабильной, и в подобных обстоятельствах лучше держаться вместе, а не сидеть по своим домам, учитывая наш вес по отношению к США или к Китаю. Соединенное Королевство выбрало позицию одинокого воина. Я сожалею о таком выборе, но мой мандат заключался в том, чтобы обеспечить быстрое разрешение ситуации. И мы это сделали. Обе стороны получили то, что хотели. У Британии есть возможность развиваться, правда, несколько ограничено самостоятельно. А у ЕС имеется механизм, и в случае, если Брюссель увидит угрозу справедливой конкуренции, он его использует, чтобы королевство окоротить. Лондон, решив внешнеполитический вопрос, может столкнуться с внутриполитическим. Шотландия, не пожелавшая на референдуме 2016 года выходить из ЕС, готова провести новый плебисцит о собственной независимости. До пандемии мероприятия планировали на первую половину наступающего года. Затем, в виде галлопирующей цифры зараженных, первый министр Николас Торджин предложил отложить его на несколько месяцев. Растет количество тех, кто хочет выхода из королевства. Я в их числе. Шотландия должна быть независимой. Это лучше для нас всех. Это позволит нам позднее стать вновь частью Евросоюза. Надеюсь, что нам сделают такое предложение. Так что я за независимость. Члены Палаты общин должны собраться на внеочередное заседание 30 декабря. А лидеры фракции Европарламента начнут обсуждение документа уже в ближайший понедельник. Чтобы вступить в силу 1 января, договор должен быть ратифицирован обоими законодательными органами.